Акцию в защиту природы провели экологи Вятскополянского района. Больше двух тысяч мальков в стерляде они запустили в Вятку. В последнее время в главной реке Кировской области эта рыба почти перевелась. Всему виной плохая экология. О том, как реку пополняли рыбой, наш следующий сюжет. Мальки-стерлядки осваиваются в новом доме. Теперь они будут жить в реке Вятка. Живой груз в Вятскополянский район доставили в передвижных аквариумах. По дорогам России стерлядь путешествовала 9 часов. Мы присутствовали сейчас на уникальном событии для Вятскополянского района. Впервые, ну может быть не впервые, но на моей памяти впервые, когда был реально возмещен ущерб водным биологическим ресурсам. В реку Вятка выпущено 2350 молодых стерлядок. У рыбхозяйства стерлядь купило градообразующее предприятие города Вятские поляны. Возмещать вред нанесенной природе сейчас обязывает закон. Сотрудники рыбнодзора говорят, что стерлядь – рыба оседлая, и часть мальков обязательно приживется на новом месте. Она подрощена, выживаемость ее достаточно высокая. До половозрелого возраста, когда она вновь уже будет готова к разложению, из этого количества приблизительно выживет около 5 или 10%. В последние годы численность царской рыбы в Вятке значительно сократилась. Защитники окружающей среды считают, что во всем виноваты браконьеры и плохая экология. Анна Новоселова, Елена Росомахина, Николай Попов, Бюро новостей Давича.